Клинический разбор, сильно непростой, вот, докладывает Софья Александровна Науменко, ассистент нашего медицинского бюро, вот, и если она готова, я надеюсь, да? Да, добрый вечер. Добрый вечер, Софья Александровна, давайте расскажите, я вас там посредине прерву, потому что две части этой темы есть, давайте, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые коллеги, вашему вниманию предоставляется случай пациентке, которая обратилась к нам в медицинское бюро по поводу агронолустоза, неясного генеза, который у нее был выявлен несколько лет назад. Ну, вот число лейкоцитов здесь указано, 1 на 10,9, и микрофилы 0,75. Пациентка... Нет, 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 это не ее цифра, это то, что называется агронолустоза. А, ну, у нее, в общем, так и есть, на самом деле, у нее так и было, единица там была. Значит, из анамолоза нам известно, что с 2011 года в клиническом анализе крови у нее отмечается глубокая ликопения, с нейтропения. В принципе, пациентка часто жаловалась на простудные заболевания, и в какой-то момент при обострении герпеса она попала в стационар. И вот с 19 сентября 2016 года по 14 октября 2016 года наблюдалась, лежала в стационаре, наблюдалась по поводу нейтропении, где полностью обследовалась и получила антибактериальную терапию, которую связывали с обострением ее хронического танзиолита. В анализах у нее были цифры лейкоцитов понижены до 3,3, значит, нейтрофилы были 0,77, тромбоцитопения была незначительная и увеличенное число... Томбоциты у нее нормальные. А, да, увеличенное число... Значит, я обращаю внимание, слушатели, да, что формально агроунцитоз менее 0,75, у нее 0,77. Вот как в этой ситуации ставить диагноз агроунцитоз или нет? Ну, была проведена вот трепан-биопсия, да, в результате которой... Нет, нет, подождите, там сначала цитологию... Ну, цитологию тоже, да, можно посмотреть, здесь в принципе лимфоциты составляют 18%, плазматические клетки 1,7, формобластические электропоэс, мегакариоциты не найдены. Ну, вот, обнаружено... Найдено. Найдено. Созревание нейтрофилов замедлено, костный мозг... Ну, честно говоря, вот мой комментарий, что я тут ничего плохого не... Ничего плохого тут нет, да. Вот трепан-биопсия здесь... Павел, то есть, прокомментируйте, я вот характеризую вторичные изменения, да, морфологическая картина. Я... Да тоже ничего нет. Ничего такого. Редуцированный гранулоцитарный росток. Ну, такой, знаете, термин редуцирован, представлен мелкими группками на всех стадиях созревания промежуточной генерации, то есть все вроде бы более-менее в пределах нормы с точки зрения гистологии. Ну, ясно, что врачи, которые смотрели этот анализ, они придирались к чему только можно, но по большому счету, вот, мне бы такой анализ не представил. Я, к сожалению, не видел, потому что... Ну, у нас так только такая... Пересмотреть невозможно. Ну, далее, после выписки из этого стационара, пациентка наблюдалась амбулаторно у гематолога, и поскольку ее беспокоили боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, она наблюдалась у невролога. И были поставлены диагнозы дегенеративно-дистрофического заболевания позвоночника, лимба-шалги, и справа связано это все с протрузиями диска, L4, L5, и был довольно выраженный болевой синдром. Особых каких-то инфекционных тяжелых заболеваний, вирусных, она не отмечает. До момента обращения в наше бюро она, в принципе, не госпитализировалась и тяжело не болела. Но проводились исследования за этот период, до 2021 года. Вот, в частности, было проведено именно фенотипирование лимфоцитов периферической крови в январе 2020 года. Здесь снижена полигональная популяция болимфоцитов, Т-хелперы снижены. Ну, относительно нитропения, да, то есть каких-то серьезных моментов тоже здесь нет. Опять, там слово снижено, оно какое-то... Ну, не понятно, ну, как бы мы обладаем теми, той информацией, которую нам предоставила пациентка. Нет, нет, там анализы-то есть, но они, эти все цифры, не очень выражены. Они не выражены, да. Ну, как бы диагноз, на диагноз не тянет. Ну, в общем, да. Трипан-биопсия, которая была в марте проведена, она, в общем-то, без динамики, насколько я могу наблюдать. Вот с 2016 года, да, то есть ничего, в принципе, не изменилось. Ну, вот ей были сделаны еще гистохимоногистохимические исследования также в марте 2020 года. Здесь отмечается положительная реакция CD20 и CD3 в единичных лимфоидных клетках с преобладанием токлеточной популяции. Заключение также, в общем-то, вторичное изменение. Невролог наблюдал пациентку, потому что ей беспокоили вот боли. В основном, в принципе, она и к нам обратилась в связи с болями. Принимала амитрептилин, ковентон. Там еще ряд препаратов были назначены, которые, в принципе, были без эффекта. То есть особо на болевой синдром эффективности никакой они не вызвали. То есть это все было без какого-либо эффекта. И далее уже вот в феврале 2021 года она обратилась к нам за консультацией в медицинское бюро с глубокой лейкопенией, а формальная гранулоцитоз, который не сопровождался клиническими изменениями противобактериального иммунитета. И Павел Андреевич принял решение, что никого специального лечения ее состояния не требуют. Также мы ей не рекомендовали делать прививку от COVID-19 в силу того, что мы ее, в принципе, никому не рекомендуем делать. И далее она должна была амбулаторно наблюдаться у гематолога и у невролога. И в целом, в общем-то, наши консультации на этом закончились. Далее обращение... Давайте вот здесь остановимся на минутку, да? Нет, вернитесь назад. Значит, вот такая больная, 68 лет. В принципе, ну, достаточно сохранна. Она из медицинской семьи, там вокруг нее есть кому позаботиться. Ее госпитализируют, ее обследуют. Но диагноза нет. Ну, о чем можно думать? О пластической анемии, ну, первое, что приходит. Нет о пластической анемии, потому что все остальные ростки нормальные. Только глубокая грана цитопения. Можно думать о мелодиспластическом синдроме. Но тоже для него есть определенные какие-то характеристики, которых у нее нет. Теоретически можно, ну, совсем уже за уши, там, притянуть какое-то D12 или фолиодефицитное состояние. Ну, там, во-первых, трехростковая цитопения везде должна быть во всех этих ситуациях, да? То есть и гемоглобин должен быть низкий, и тромбоциты, и лейкоциты. Мы не показываем анализ, потому что они все стереотипные. Они плюс-минус, все одинаковые, да? То есть у нее нормальный гемоглобин, нормальные тромбоциты и крайне низкие лейкоциты с нейтропенией. Ну, кроме того, она обследована с точки зрения функции костного мозга. И цитологически, и гистологически мы ничего там не видим. Ни какого-то преобладания жира, как это бывает при опластической анемии, когда вытесняется костный мозг жировыми структурами, ни изменения в соотношении клеток. Все какое-то на копейку. Ну, и, соответственно, вот передо мной был поставлен вопрос, что с ней делать. На мой взгляд, делать с ней нечего. Главное, что ее особенность стоит в том, что она не болеет. У нее при всех вот этих вот жутких низких показателях нейтропении нет никакой инфекциозности. Специально несколько раз переспрашивал, болеете гриппом? Не болею. Воспалений легких были? Не было. Пио-нефрита? Не было. Ничего нет. Ну, вот, ну, кроме наблюдений, что еще можно предложить? Я, правда, должен сказать, что я был не первый такой гематолог, который об этом сказал. Ее смотрели в первом меди, и тоже ей предложили, в общем-то, с отсутствием диагноза просто наблюдаться. Вы знаете, гематология такая штука, у нас иногда бывают больные с отсутствием диагноза. Хотя, казалось бы, и всем кажется, что мы должны прям четко и всех разложить по полочкам. Нет, бывает, что мы по полочкам разложить не можем. И вот одна из таких ситуаций, она, собственно, перед вами. Давайте дальше. Ну, вот, далее к нам поступило повторное обращение уже 5 апреля 2021 года, когда пациентка неожиданно для нас, по крайней мере, оказалась в городской больнице в Сороковой, в городе Москвы по поводу коронавирусной инфекции. С двусторонней полисегментарной пневмонии, по компьютерной томограмме там с двух сторон 25% поражения легочной ткани. Далее ее консультировал Павел Андреевич, ее консультировал по телефону. Она находилась... У нее, я врача, скорее, консультировал. Я врача, ну, вы обеседовали, я просто не знаю. И далее она наблюдалась и лечилась в стационаре по поводу коронавирусной инфекции. Получала реворексабан 20 миллиграмм вот как раз один раз в сутки она получала. Утром фиогастрим она получала подкожно, дексаметазон был внутривенный. Два раза в сутки ей на протяжении всей госпитализации вводили. Тацилизумаб 400 миллиграмм. Также капельный ей был введен однократно практически через 4 дня после госпитализации. И 12 дней она получала антибактериальную терапию вертопинемом в количестве грамма внутривенно один раз в сутки. Ну, на фоне терапии, проведенной, пациентка выписалась в относительно удовлетворительном состоянии с улучшениями, но со сниженной сатурацией. Вот обследования, которые были проведены во время госпитализации. Мы видим, что повышен додимер до 1709, но, к сожалению, они сделали его однократно. То есть динамики мы не видим, цифр нет. Фибриноген снизился за время госпитализации. Ну, про трамбиновое время и АЧТВ и МНО здесь изменения есть незначительные. И цирреактивный белок там в течение госпитализации, его брали там чуть ли не каждодневно, и вот он потихоньку снижался. РФМК в стационаре, к сожалению, не делают, поэтому вот у нас этих цифр нет. По клиническому анализу крови, ну, вот из изменений, ну, обращает на себя внимание ликопения, которая, в общем, так она и в анализах крови пациентки с 2011 года примерно такие же цифры. Колебания от 0,8 до 1,5 у нее это постоянная ситуация. В общем, ничего здесь сверхъестественного не произошло. Также вот тромбоциты умеренно снижены, ну, практически нормальные, да. И нейтрофилы снижены и лимфоцитопения, соответственно. Вот. Ну, то есть если трактовать этот анализ крови, я бы его так оттрактовал, что у нее на фоне вирусной инфекции еще к нейтрофилопении присоединилась лимфоцитопения. Лимфоцитопения, да. Ну, что, в общем, вполне. Ожидаемо. Для ковида это, в общем, типичное изменение. Ну, лимфоцитопения часто даже бывает более выражена, мне кажется. Ну, после выписки у пациентки сохраняется, к сожалению, слабость. Сатурация у нее тоже снижена. Значит, вот в горизонтальном положении, ну, в норме практически, а вот в вертикальном или при минимальной нагрузке у нее снижается до 85%. И, соответственно, учащенное сердцебиение, тахикартия до 100%, периодические подъемы температуры. Ну, 37% у нее бывает довольно часто к вечеру, и вот однократно было 38%. Значит, ну, мы наблюдаем ее вот и по сей день. В плане терапии мы корректировали после выписки ее лечения. Соответственно, мы увеличили до двух раз в сутки ксорелта по 10 мг, добавили караксан 5 мг два раза в сутки для того, чтобы снизить частоту сердечных сокращений. С 20-го числа, вот это при подъеме как раз температуры высокой, было принято решение назначить дексаметазон в количестве 6 таблеток. И по следующему мы снижали постепенную дозу, отменили вот 26 таблеток. Нет, она же выписывалась на дексаметазоне. Это не наше было решение, это ее так выписали. Ну, ее так выписали, ну, дальше мы, насколько я так понимаю, что мы продолжили, да, продолжили это лечение. Мы не могли сразу уйти от такой дозы. Да, мы продолжили. И сейчас, на данный момент, вот она улучшение, в принципе, отмечает, но по-прежнему сохраняется слабость, и температура колеблется, сатурация вот у нее при нагрузке в основном снижается. На сегодняшний момент получается, что Ксарелта, она с 20-го числа получает вот в нормальной дозировке, дважды в сутки. Еще пока, я думаю, что мы ждем результатов. Еще и прошло немного времени. Надеюсь, что эффективность нашей терапии будет выше. Но вот, к сожалению, не можем пока справиться, да, с слабостью и сниженной сатурацией. Вот такая пациентка. Пока что мы и наблюдаем. Ну, это что называется болезнь в ходу, мы же не закончили с ней. Да. Единственное, что мне кажется, нужно бы ей сделать все-таки, повторить анализы все наши, включая РФМК, перетин и так далее, посмотреть еще раз воспалительную реакцию. Значит, у нас какие были сложности? Мы получили ее на дексаметазоне на довольно большой дозе. И возникал вопрос, либо нам уходить от дексаметазона, уходить надо быстро, что мы, собственно говоря, и сделали, либо продолжать тянуть эту историю, и тогда от него быстро не уйдешь, и мы получим, ну, получим тяжелое осложнение уже гормональной терапии. Все-таки больная, ну, скажем так, в возрасте 68 лет. Да. Вот, поэтому мы приняли решение уйти от гормональной терапии, быстро убедили родственников, и нам это удалось. Мы отменили по три таблетки, да. Три таблетки, потом два дня, три, я сейчас не помню, она принимала, и потом полностью с трех таблеток мы отменили. Естественно, мы ожидали подъема температуры, потому что понятно, что гормоны температуру придавливают, и на этом фоне она могла расти. Дальше мы, конечно, ожидаем и продолжаем ожидать бактериальной инфекции. Друзья мои, мы имеем дело с агронуцитозом. Это вообще-то не совсем шуточки. Таких больных ведут явно не дома, а в стерильных условиях, в стерильных палатах, с облучением ультрафиолетом и так далее, и так далее. Мы этого ничего не делаем. Мы не делаем это по одной простой причине. У нее агронуцитоз не первый год. Она с ним жила и раньше. Значит, как-то ее лейкоциты, которые у нее есть, справлялись с бактериальной инфекцией. Мы все время пытаем ее на тему кашля, мокроты, потливости, ознобов. Повторно спрашиваем. Нет, ничего не изменилось, ничего не присоединилось. Пока ничего не присоединилось. Это не значит, что завтра не начнется. Бактериальная инфекция не разобьется. Ну, а нет, все вполне может быть. Ну, вот мы наблюдаем так больных, чтобы все-таки быть все время, что называется, извините за выражение, на стрёме. И, в общем-то, мы в достаточно плотном контакте с родственниками. Ну, вот тут спрашивают, эх, КГ, нет ли миокардита? Да нет, вы знаете, тахикардия при ковиде никакого отношения к миокардиту не имеет. Это мы уже все проходили. Если вы посмотрите статьи, вы обнаружите, что миокардита практически нет при ковидной инфекции. Это нарушение регуляции, центральной регуляции функции миокарда. Вот, и поэтому даем караксан, а не другие препараты. Нет отеков, нет одышки большой. Кстати, мы же ее все время про частоту дыхания спрашиваем. Да, у нее частоты. Мы довольно комплексно ее отслеживаем. Мы ее спрашиваем, а как на кислороде, а как в фронт позиции. Да, ее там родственники крутят по нашим наводкам всякими разными способами. Но первое, она слезла с кислорода. Это принципиально. В начале первой дни она просто была на кислороде. Сейчас она без кислорода. Да, низковата сатурация, понимаем, она поддыхивает иногда. Но вот чтобы сидеть на кислороде, нет. Второе, она стала ходить. Да, она же была практически обездвижена, когда она выписалась из стационара. Она не ходила, она не могла шевелиться. У нее сразу падала страция. Сейчас этого всего нет, и она двигается. Понятно, что тяжело, но все-таки она двигается. Вот. Ну, что еще? Ну, сейчас дыхательной недостаточности такой выраженной, конечно, нет. Потому что при госпитализации у нее было 22 частота дыхательных движений. Сейчас, ну, 18-19 в покое. И максимально 20, может быть, при нагрузке какой-то. Ну, в общем, это немного при такой сатурации. Что там происходит в легких? Ну, скорее всего, там набито все это микротромбами. Почему мы ведем на антикоагулянты? Потому что мы понимаем, что это все микроциркуляторные нарушения. Собственно говоря, про них мы сегодня вначале и говорили. Вот спрашивают про сатурацию, я вам отвечаю на этот вопрос. Это нарушение микроциркуляции. Мы рассчитываем, что они, в общем-то, пройдут. Тромбы рассасываются при наличии антикоагулянтной терапии. Там работает, естественно, фибринолиз. Активировать его в такой ситуации, мне кажется, что не очень хорошо. Так. Вы ведете без антибиотиков? Без антибиотиков. Я повторяю еще раз. Нет показаний к антибиотикам. Если бы была стабильная температура за 38, я еще понимаю, на нее то 37 с небольшим, то вот один раз она дала 38,8, мы вздрогнули. На следующий день опять у нее все ушло в субфибрилитет. Субфибрилитет, а субфибрилитет, лечить антибиотиками, у нас нет никаких показаний для этого. Никаких. Так. Долго наблюдаем тахикардии. Но мы тоже наблюдаем тахикардию, мы все время их ведем на Караксане. Это единственный способ очень быстро, кстати говоря, оккупировать у них тахикардию. ГБО, ну пожалуйста, ради Бога, только где мы возьмем это ГБО? Во-первых, в России уже не осталось практически, это редкость. Во-вторых, мы-то работаем амбулаторно, больная дома, вы, наверное, как-то не заметили эту историю. Что мы кислородную поддержку вообще-то дома и обеспечиваем. И это довольно много теперь больных, которые получают... Кислород дома, да. А? Ну, дома получают кислород. Ну, дома, да. Да. Вот. Возможно, лонгковид. Мы только про него и говорим. Ну да. Пока мы не можем, формально пока мы не можем говорить. Она месяц болеет, чуть больше месяца. Пока говорить о лонгковиде не представляется возможным, и тем более о постковидном синдроме. Пока скорее похоже больше на реабилитацию после ковида у острова. Ну, мы сейчас еще раз повторюсь. Мы сейчас занимаемся написанием рекомендаций по постковидному синдрому. И там лонгковид от постковида мы пытаемся каким-то образом отделить. Это довольно сложно. Не может быть текущее состояние средствами полипрагмазии в стационаре. Ну, там большой полипрагмазии не было. Все-таки ее очень как-то щадяще вели. Они сами были перепуганы. Ну, поверьте мне, что это... Это я просто привык к граунстозу. Я его вижу много раз и много лет. И я к нему спокойно отношусь. А люди, видящие такие цифры нейтрофилов, они просто падают в обморок рядом с больными. Ну, 0,8 лейкоцитов. Вы вообще представьте себе, что это такое. Вот. Поэтому они ее не очень сильно пичкали. Антибиотики, ну, мне кажется, что не было показаний. Но с точки зрения формальных, если вы видите аграунстоз, вы вроде должны давать антибиотики. Но это не обязательно и не всегда. Вот. Поэтому нет. Полипрагмазии я бы здесь не сказал, что это... Так, бета-блокаторы. Ну, нет, мы бета-блокаторами не пользуемся. Вот, поверьте, нам прекрасно караксан работает. Зачем нам бета-блокаторы? Ну, там давление тем более будет падать. Во-первых, давление. Во-вторых, легочное непонятное. Тут намешано слишком много, чтобы лезть туда с бета-блокатором. Мы перебрали много препаратов, мы много советовали с кардиологами. Это не то, что мы взяли и пальцы высосали караксан. Я знать про него, честно говоря, не знал никогда, до постковидного синдрома. Вот. Но мы разговаривали с кардиологами, как быть лучше в этой ситуации. Что назначать, что оптимально. Они сказали, караксан, давайте, он хороший препарат, ничего, так сказать, от меня нет осложнений. И мы очень многим больным назначаем и действительно получаем очень хорошие результаты. Мы уже эмпирически отработали схемы таких симптоматических препаратов. И при поносе, и при кашле, и при тахикардии, и при гипертонии, кстати говоря. Вот, опять же, без тухлых помидоров, пожалуйста, мы гипертонию лечим чем? Капотеном. Капотеном. Капотенчик. Как, я подумал, вы что? Ну, друзья мои, мы прекрасно справляемся. Потому что это нестабильная гипертония. Она сегодня есть, завтра нет. У больных может быть 110, 100 давления, потом дальше 150. Но куда вы полезете со схемами, там, пятикомпонентными? Не получается. Поэтому мы идем спокойно на самом коротком и очень эффективном, как оказалось, препарате для лечения гипертонии вот в этих моментах. Значит, не знаешь, что мы всем подряд будем советовать Капотеном лечиться. Но именно здесь это оптимальный вариант терапии. Вот. Ну, я вам, по-моему, ответил, почему не бета-блокаторы. Уже второй человек спрашивает, почему не бета-блокаторы. Ну, потому что им здесь не место. Их здесь не стояло. Ну, хорошо. Какие еще вопросы, если возникли, давайте мы еще можем ответить. Вот. Ну, просто на вопрос вряд ли я отвечу. Если вопросов нет, тогда давайте мы заканчиваем наше сегодняшнее заседание. В принципе, речь идет о ГБУ в амбулаторных условиях. Ну, слушайте, ГБУ в амбулаторных условиях можно сделать. Во-первых, где его делать? Во-вторых, как туда больную отправить? Она, в общем, не очень ходячая. Это не то, что, так сказать, человек, который бегает. Она с трудом передвигается по квартире сейчас. Да, поэтому так взять ее куда-то и отправить. Ну, хорошо. Я не понимаю, чего все пристали к бета-блокаторам? Отвратительный препарат. Вы это хотите услышать? Я вам скажу. Я к ним плохо отношусь. С детства. Не люблю. Никому не назначаю. Ну, 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 ну что? Ну, 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 вы хотите назначать, назначаю. Они, кстати, противопоказывают преддыхательную недостаточность. Преддыхательную недостаточность и противопоказывают бета-блокаторы. Ну, в этом все дело, что они при многом чем-то противопоказывают. Понимаете? И мы имеем дело с больными, у которых очень много всяких симптомов, которые мы не понимаем. Мы не все знаем. Мы не все видим. Почему? Вот чем лучше бета-блокаторы, чем кароксан? Вот скажите мне, пожалуйста, если у вас есть какие-то соображения. Я не вижу. Я вижу прекрасный эффект от этого препарата. Почему я должен от него уходить и возвращаться к бета-блокатам? Когда мы говорим о гипертонии обычной, пожалуйста, добавляйте схемы, там, тетруйте дозы. Нет возражений никаких. Если мы говорим там, я не знаю, об станокардии, да ради бога. Он официально не показан. Это вы здесь сейчас сказали, дорогой мой. Ну, вы просто, просто фантастика. Знаете, что ни один из препаратов, которые мы обсуждаем, ни один официально не показан. Просто. Мы все делаем оффлейбл. Вот орбидол показан официально. Ну, не только орбидол, там ногчо показан. Еще хина показана официально. Давайте всех будем хина лечить. Ну, нет, мы так далеко пойдем. Официально показан, неофициально показан. Мы терапевтическое общество. Мы имеем полное право рассматривать схемы, которые нам представляются правильными. Мы их обсуждаем публично. Это не то, что врач сам решил, придумал, ничего не знает. Достал там какую-то чудо-таблетку из кармана и дал больному. Нет. Мы это обсуждаем. Мы каракцин обсуждаем уже полгода. Все время об этом говорим. Еще раз повторяю. С кардиологами общаемся. У нас кардиолог просто работает. Просто кардиолог из кардиоцентра, который все это видит, с которым мы постоянно все это обсуждаем. Поэтому, ну, не надо нас так уж совсем-то за детей мало удержать. Официально не показан. Ну, хорошо. Тогда давайте мы сегодня прощаемся. Спасибо всем, кто в эти выходные дни пришел и послушал нас. Мне кажется, что это было достаточно интересно. Дыхательной гимнастикой мы занимаемся. Это у нас отработанная тема. У нас есть и пульмонолог тоже, который этим занимается. Это мы всем очень широко советуем. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо.